Тайна трёх планет Мы расскажем, что спецслужбы США не решаются рассекречивать Люди-то или исчезают, или погибают странным образом Откровение контактёров Звезда такая большая, которая в размерах растёт И даже президента США Я победил! Победил! Неужели его выбрали инопланетяне? Неопознанные летающие объекты рядом с Солнцем Инопланетян видят в разных уголках Земли Что они хотят нам сказать? И почему мы их не слышим? С нами не вступают в контакты за нашего малаумия На чьей стороне представители инопланетных цивилизаций? Силы космические будут против США И кто настоящий хозяин на планете Земля? Такой диалог, что типа мы смотрим, мы просто смотрим Это невероятно, но человечество действует словно по чьему-то плану А НЛО бесцеремонно нарушают земные границы И законы Пора узнать правду Всё, что давно надо рассекретить Впервые на телевидении Космические тайны Пять засекреченных фактов об НЛО Пятое место среди самых шокирующих тайн об НЛО Занимают незваные гости Безнаказанно нарушающие законы земных государств 23 февраля произошло событие, выходящее из ряда вон Ничего подобного ещё не было Представители НАСА созывают экстренную пресс-конференцию Михаил Гиллан Шан Керри Сара Зигер И Николь Луиз Эксперты космического агентства в прямом эфире озвучивают сенсационную информацию Это кажется невероятным Во всяком случае для обывателей С помощью космического телескопа Мы обнаружили не одну, не две А целых семь планет размером с Землю Которые вращаются вокруг одной и той же звезды И три из них находятся в зоне, пригодной к зарождению жизни Заметно, что спикер волнуется, произнося написанный в торопях текст И не может точно подобрать формулировки, чтобы донести информацию, которая якобы шокировала учёных Возле звезды Трапест-1 в созвездии Водолея Обнаружены три планеты, на которых есть вода и атмосфера И даже температура, схожая с земной Эта находка говорит о том, что вопрос о планете, похожей на Землю по своим климатическим условиям Следует задавать так Когда мы её откроем? А не существует ли она вообще? Впервые учёные уверенно отвечают на вопрос Одиноки ли мы во Вселенной? Специалисты НАСА уверены Нет Эта информация не стала откровением для астрофизиков по всему миру Они уверены Человечеству давно надо было рассказать о том, что инопланетяне существуют Сенсацией должен стать отнюдь не этот факт Мы разыскали несколько астронавтов и уфологов В том числе консультирующих НАСА После их откровений от вашего скепсиса относительно НЛО Ничего не останется Они впервые согласились рассказать то, о чём до сих пор предпочитали молчать Но об этом чуть позже А пока о странном зрелище, которое наблюдали астрономы накануне той самой пресс-конференции НАСА Верится с трудом, но это инопланетные космические корабли возле Солнца Приглядитесь, пятна имеют чёткие очертания Они не похожи на сгустки плазмы Это явно техника, которую кто-то создал Та высшая цивилизация, которая нас создала Она постоянно курирует земля И своим появлением она демонстрирует свою готовность выйти на контакт 20 января 2017 года В США всё готово к инаугурации 45-го президента Самолёт Трампа взлетает и берёт направление на Вашингтон То, что мы сейчас покажем, стало настоящей сенсацией Вот видеокамера, снимающая правительственный борт с правой стороны Вы видите этот продолговатый предмет? Он словно сопровождает воздушное судно А ведь борт номер один всегда под контролем спецслужб Для других лайнеров этот маршрут закрыт На этом видео мистер Обама произносит речь перед многотысячной толпой В какой-то момент над его головой проносится неизвестный объект Тогда специалисты смогли разглядеть его лишь в режиме замедленного просмотра Казалось бы, всё это похоже на мистику С одной стороны С другой Факт остаётся фактом То послание, которое инопланетяне оставили уходящему Обаме То же самое адресовано и Трампу То есть, если что-то пойдёт не так То, значит, силы космические будут против США Невероятно! Но неужели это попытки инопланетного вмешательства В расстановку политических сил США и всего мира? Далее в засекреченных списках Почему инопланетяне сопровождают лидеров государств, главкорпораций И патрулируют ключевые военные объекты? И с какой целью пытаются управлять важными процессами в жизни землян? НЛО в виде трёх шаров, сцепленных против ветра Неужели за нами ведут тотальный контроль? Документальные подтверждения И сенсационные данные из секретных архивов ЦРУ Пятёрка самых шокирующих тайн об НЛО Не пропустите! Первого сентября 2016 года На стартовой площадке мыса Канаверал Взорвалась ракета-носитель Falcon 9 Компании SpaceX, миллиардера Илона Маска Этот человек задался целью сделать космос доступным для всех желающих Маск работал над этим несколько лет Вложил миллиарды долларов в строительство частных ракет Он даже объявил о продаже билетов на первые космические рейсы 250 тысяч долларов за полёт Готовы были выложить такие знаменитости, как Стивен Спилберг, Анжелина Джоли, Брэд Питт, Том Хэнкс и Леди Гага Но случай на стартовой площадке подорвал амбициозные планы миллиардера Илон Маск не раз хвастался, что его ракеты-носители самые надёжные Так что же произошло на стартовой площадке? Эпицентр взрыва находился в кислородном баке Сам Илон заявил, что такую аварию можно считать аномальной Тогда за дело взялись уфологи Их выводы покажутся нам невероятными Но при замедленном воспроизведении видеовзрыва Хорошо видно, как рядом с ракетой пролетает неизвестный объект Его скорость более 500 миль в час Выше, чем скорость любого известного земного аппарата Присмотритесь Объект в виде сферы проносится мимо Фалькона И тут же происходит взрыв Это явно не человеческий объект Не рукотворный А объект, который вдруг появился извне Что-то ему нужно И оказалось, что он просто Вот атакует Фалькон, чтобы он не взлетел Эта версия звучит фантастически Неужели катастрофа — это не что иное, как диверсия НЛО? Наше расследование показало, что появление НЛО около Фалькона было несколько Сначала была разведка пролета, потом уничтожение самой ракеты Потом тарелки летали над догорающей ракетой Потом был второй взрыв И потом демонстративное НЛО в виде трех шаров сцепленных против ветра Медленно очень ушла в сторону против ветра, самое главное Но с какой целью пришельцы вмешались в грандиозные планы Илона Маска? Неужели инопланетяне хотят затормозить развитие частной космонавтики на Земле? Уфологи считают, что это не так Сказано, что если вы развяжете агрессию против мира То мы будем вынуждены применить против вас силы И будет избиваться вся воздушная техника Спецборд президента США — охраняемая территория космодрома Где, казалось бы, муха не пролетит незамеченной Но почему-то сверхчувствительная техника спецслужб В подобных случаях бессильна И не может обнаружить посторонние летательные аппараты И это на особо охраняемой территории Почему инопланетяне беспрепятственно вторгаются Даже в секретные пространства? Что об этом думают независимые ученые других стран? Смотрите в засекреченных списках Пять шокирующих тайн об НЛО Секретные данные ЦРУ Инопланетные базы в Альдах Антарктиды И в жерлах вулканов Пилоты НЛО выбирают какие-то очень потаенные места Темная сторона Луны Почему ученые свернули программу лунных исследований? Настоящие ангелы Ватикана О чем молчит Папа Римский? Были не пришельцы, их называли ангелами Они среди нас Как определить в себе ген инопланетянина? У них, кстати, чаще всего встречается отрицательный фактор Первые список засекреченных происшествий, связанных с НЛО И их документальные подтверждения Не пропустите! Неужели инопланетяне вторгаются в жизнь на Земле? И пытаются играть с нами по своим правилам? Эта сенсационная информация появилась 20 февраля 2017 года Чилийские военные опубликовали засекреченные ранее видео НЛО Вот эта запись Во-первых, это изображение, снятое в инфракрасных лучах Оно четко показывает, что это не какое-то аморфное сооружение Парящее в воздухе над облаками Это вполне конкретные очертания некого летательного аппарата, состоящего из двух частей Очень странно, что земные радары данный объект зафиксировать не смогли Об этом экипажу сообщил удивленный диспетчер Самое загадочное — это кадры исчезновения этого летательного аппарата Это происходит мгновенно Притом, до этого появляется некий выхлоп Типа дыма какого-то И одна часть этого летательного аппарата Кусок летательного аппарата И потом весь аппарат просто исчезает С поля зрения, не заходя в облака Анализом видеозаписи занимался комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере В это невозможно поверить, но эксперты вынуждены были признать, что летчики действительно видели в небе НЛО Крыльев у него не наблюдается Винта над этим изделием, типа вертолетного, тоже не наблюдается За счет чего он летит, непонятно Заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации Олег Смирнов Совершенно не сомневается в реальности данной видеозаписи Это факт, для меня подчеркиваю Но вот тут проблема мирового масштаба, планетарного масштаба Что масса НЛО не опознаются с помощью науки Несколько лет назад капитан Олег Смирнов сам стал свидетелем НЛО Я летел рейсом Алмата-Москва на самолете Л-18 командиром корабля Неожиданно второй пилот обратил внимание, что одна из звезд ведет себя странно Я увидел, в самом деле, какая-то нестандартная светящаяся звезда такая большая Которая в размерах растет прямо на глазах, как в мультфильме Смирнов попытался связаться с Землей Но радиосвязь не работала Через несколько секунд звезда приблизилась к самолету И летчик разглядел странный летающий объект в форме диска Аппарат видели еще два пилота и бортпроводница, которую Смирнов вызвал в кабину Капитан сразу понял, что имеет дело с аномальным явлением По всем законам физики, данный объект не мог держаться в воздухе Но он спокойно летел рядом с воздушным судном И в это же время голос диспетчера Борт такой-то, номер надо давать Я вас вызываю, что у вас случилось? Почему вы не отвечаете? Я ему описываю эту картинку Он говорит У меня вы исчезли с экранов радиолокатора полностью Ничего, засвечен весь экран радиолокатора, засвечен Я ничего не видел Впервые уникальные данные, которые несколько лет содержались под грифом «совершенно секретно» И только в нашей программе тайное станет явным Великобритания, декабрь 2016-го Английские полицейские патрулируют воздушное пространство над Бристолем Уэльсе На камерах видеонаблюдения чистое небо Неожиданно пилот фиксирует что-то странное на экране инфракрасной видеокамеры Невероятно, но словно из воздуха перед вертолетом Один за другим возникают неопознанные летающие объекты Пилоты принимают решение переключить камеру в обычный режим И не верят собственным глазам На небе не видно посторонних предметов Однако стоит снова перейти в инфракрасный режим Как на экране четко вырисовывается флотилия НЛО овальной формы Обычная техника их просто не различает Если неопознанно летающий объект хочет скрыться От внимания наших радаров То у него, естественно, есть целая куча возможностей для этого В том числе окружающие его защитные поля Поглощающие излучение радара Мало того, инопланетные корабли могут исчезать Словно растворяясь в воздухе Неопознанные летающие объекты могут развивать в атмосфере Огромные скорости, в том числе доходящие до третьей скорости света Дело в том, что эти объекты Не пробиваются через плотные слои земной атмосферы Просто корпусом расталкивая его Они сначала окружают себя слоем плазмы И уже потом начинают движение Неужели инопланетяне могут безнаказанно наблюдать за нами Нарушать наши границы Считывать секретную информацию И вмешиваться в земные процессы Как определить цели гостей из космоса? И как противостоять тотальному контролю? Казалось бы, ответов на эти вопросы нет Но не спешите с выводами Иногда даже внеземные сверхтехнологии способны дать сбой В секретных материалах ЦРУ, обнародованных в январе этого года Упоминается инцидент, который произошел в июле 1989-го Тогда газеты опубликовали сенсационные сообщения Истребители ЮАР сбили НЛО над Южной Африкой Авторы статьи подверглись критике и насмешкам История быстро забылась В действительности эта информация не должна была просочиться в печать Историю замяли и засекретили на 30 лет Эта операция получила название «Сильвердаймонд» — серебряный алмаз И только сейчас стали известны ее шокирующие подробности В мае 1989-го года в пустыне Калахари радиолокатор запеленговал неопознанный объект Его скорость казалась фантастической — 9 тысяч километров в час Опасаясь нападения, истребители открыли огонь из экспериментальных лазерных пушек ТОР-2 Сбитый объект упал на землю Многое в отчете кажется неправдоподобным Но ЦРУ приводит доказательства — фотографии, рисунки, видео Кадры, которые вы сейчас видите на экране, выглядят как настоящая сенсация На засекреченной базе производят вскрытие погибшего гуманоида Вы видите, как специалисты аккуратно разрезают грудную клетку Результаты вскрытия шокировали экспертов Пилоты корабля ничего общего с людьми не имеют У них нет таких органов, как печень, почки и желудок Казалось бы, невозможно поверить Да, эту историю я знаю Это одна из самых нашумевших подделок прошлого столетия История про НЛО, которую якобы сбили в Калахаре Она была подделана гражданином южноамериканского происхождения Точнее, южноафриканского Потому что она впервые пошла из ЮАР Джеймсом Ван Гройненом Михаил Герштейн считает, что документы были подделаны настолько грубо Что обман вскоре раскрылся А мошенник сменил пол и стал женщиной И уже под видом женщины этот человек существил еще несколько мошенничеств Так что в данном конкретном случае, увы Хотя история очень занимательная, но тем не менее это подделка Если обнародованная видеофальшивка, возникает вопрос С какой целью ЦРУ под видом рассекречивания сенсационных данных Публикует заведомо ложные документы Далее в засекреченных списках Еще четыре шокирующих факта об НЛО Почему агентства НАСА и ЦРУ решили нарушить обет молчания И тайное становится явным только сейчас Какие секретные данные об НЛО хранятся в архивах Ватикана И что скрывает глава католической церкви? Французский сказал, что есть наметки на то, что мы имеем дело с разумным поведением другого типа Что грозит тем, кто готов рассказать правду о тайнах Святого Престола? Люди, которые могли бы дать серьезные показания, или исчезают, или погибают странным образом Почему католическая церковь прослушивает космос? И зачем ей нужны снимки телескопа Хаббл? И физики, и историки изучают материалы, связанные именно с присутствием внеземных цивилизаций на Земле А также к чему готовятся сотрудники специального отдела ООН Который занимается изучением контактов землян и внеземных цивилизаций И к чему они готовят всех НАСА? Эксклюзивное интервью израильских ученых Об этом не расскажут на пресс-конференции НАСА Не пропустите! Впервые секретные доклады ватиканских кардиналов о встречах с инопланетянами О чем говорили монахи Святого Престола с представителями внеземных цивилизаций? И правда ли, что первый контакт с братьями по разуму произошел еще в 15 веке? Номер четвертый нашего топ-листа засекреченных фактов об НЛО Ангелы Ватикана Эта проповедь Папы Римского в апреле 2016 года стала мировой сенсацией Ватикан впервые признал Человек — не единственное разумное творение Всевышнего Мы не одиноки во Вселенной Наука уже идет вперед И, скорее всего, в ближайшее время мы узнаем о существовании наших новых братьев и сестер С которыми мы обменяемся знаками мира Католическая церковь почти тысячу лет настаивала на том, что Солнце вращается вокруг Земли Сжигала книги великих ученых В 2016 году внезапно выяснилось, что у Ватикана есть своя космическая программа Вот уже 10 лет монахи и иезуиты с помощью самых современных технологий ищут внеземные формы жизни Они ежегодно проводят собрания различных специалистов, которые занимаются космическими программами Космобиологи, различные ученые, которые имеют отношение к космосу И, похоже, они серьезно продвинулись в этом направлении Иначе как объяснить проповедь Папы Римского с его заявлением о том, что он лично готов принять инопланетян в лоно-католической церкви? Мы должны открыть двери и позволить инопланетному существу войти Церковь для всех открыта В некоторых странах паства верят в те же самые летающие тарелки Может быть, даже больше, чем в их религиозные догмы Поэтому нет ничего удивительного, что Ватикан этим делом занимается, интересуется Оказалось, что монахи-астрономы уже 10 лет проводят научные конференции Но есть одна важная деталь Информацию об этих встречах невозможно найти в открытом доступе У Ватикана есть секретные архивы, которые не предназначены для обнародования В которых содержатся сведения о контактах с инопланетянами Или о каких-то явлениях, которые современная наука объяснить не может Далее в засекреченных списках Почему заявления НАСА ученые называют фальшивой сенсацией И что астрофизики космического агентства рассказывать не торопятся Там нету очень интересных моментов, о которых уфологи давным-давно знали Но хотелось бы им увидеть этому документальное подтверждение Какие секреты хранит Ватикан? В частных коллекциях хранится много всяких необычных существ Которые не похожи на человека И почему умирают те, кто хотел раскрыть эти таймы? Он внезапно был отравлен гадом-гадом И просто не смог дать никаких показаний Правда об ангелах И шокирующие откровения об инопланетянах в древней книге пророка Еноха В нем упоминаются некие божественные существа, пришельцы Какие данные скрывают от нас архивы ООН В эксклюзивном интервью исследователя НЛО Франка Райтенмайера Я подумал, что такого быть не может Ведь власти Германии уже 60 лет говорят, что у них нет материалов по НЛО Неужели не мы хозяева на своей планете? Подробности шокирующей встречи с инопланетянами Такой диалог, что типа мы смотрим Мы просто смотрим Кто управляет судьбой человечества? Факты, которые станут настоящей сенсацией нашего списка Не пропустите! Известные уфологи Леонард Стринфилд и Тим Купер Утверждали, что в соборе Святого Петра в Ватикане Есть особый предел, куда разрешен доступ только избранным кардиналам Где-то в пещере там тоже есть элемент остатки какого-то НЛО И разговор об этом идет, и он давно уже идет Это исследователь из США Престон Деннет Уже 30 лет он занимается изучением НЛО Написал 20 книг и более 100 статей Мистер Деннет согласился дать интервью нашему телеканалу Он хорошо знал Тима Купера и то, чем тот занимался Тим Купер довольно противоречивая фигура Он был связан с конспирологией и правительством Я стараюсь не касаться этой темы По словам Деннета, Стринфилд и Купер Долгое время занимались изучением тайн Ватикана Они хотели добиться того, чтобы люди узнали всю правду О контактах Святого Престола с инопланетянами Но закончить так и не успели Обоих ученых постигла странная смерть Неужели Ватикан знает о пришельцах гораздо больше, чем многие исследователи? Что на самом деле скрывает Франциск Первый? И что грозит тем, кто готов рассказать правду о тайнах Святого Престола? Утром 31 декабря 1990 года Диспетчер службы спасения штата Калифорния Принял довольно странный вызов Мужчина из города Биг Берлейк Сообщил, что в его квартире сломалась газовая плита И он не знает, что теперь делать Аварийные бригады прибыли на место через пять минут после обращения В небольшом частном доме они нашли тело 87-летнего Альберта Коллинса Оказалось, что он умер сразу после звонка Причина — отравление газом Позже американские журналисты выяснили Что Альберт Коллинс в свое время работал на правительство США И за месяц до загадочного отравления Он встречался с уфологом Тимом Купером Коллинс, бывший инженер атомного проекта «Манхэттен» Обещал передать Куперу материалы Которые ему удалось скопировать в 50-х годах прошлого века Он внезапно был отравлен угарным газом И просто не смог додать никаких показаний Гибель уфолога стала первой в череде необъяснимых смертей Вскоре американский астроном Морис Джессоп Книги которого про разумную жизнь за пределами Земли стали бестселлерами Тоже задохнулся угарным газом в собственном автомобиле Профессор Джеймс Эдвард Макдональд Много лет возглавлял Институт физики атмосферы Земли И изучал неопознанные аэрокосмические объекты Но неожиданно для всех, кто его знал Пустил себе пулю в лоб во время обычной прогулки Пил Шнайдер, который рассказывал о том, что существуют подземные базы Где секретные службы американского правительства сотрудничают с инопланетянами Через год его нашли дома задушенного струйными от рояля Всего в списке погибших при странных обстоятельствах ученых и чиновников Связанных с информацией об НЛО более 50 жертв В одном из интервью Тим Купер рассказал о ценнейших архивах Которые навстрече показал ему Альберт Коллинз Фотографии загадочных объектов овальной формы Снимки техники, которая не похожа ни на одну земную машину Кадры существ явно неземного происхождения Рядом много людей в военной форме И католические священники Что они делали на секретной военной базе? Неужели они тоже участвовали в исследованиях внеземной жизни? Или военные привлекли специалистов Ватикана в качестве консультантов? Кто на самом деле больше знает о существах с других планет? Армия, НАСА или Святой Престол, который собирает сведения о контактах с иными цивилизациями больше тысячи лет подряд? После гибели Коллинза все его архивы словно испарились Да и само имя подполковника инженерной службы Альберта Брюса Коллинза Почему-то исчезло из списка уволенных в запас офицеров Пентагона Его как будто бы вычеркнули не только из списка живых, но и мертвых Правительство США пытается убедить всех, что такого человека и вовсе не существовало Как и фотографии пришельцев, которые он сделал Это, кстати, распространенная такая практика, что создается сенсация А потом, когда начинается строгое научное разбирательство То люди, которые могли бы дать серьезные показания, или исчезают, или погибают странным образом Это фотографии, которые сделали реставраторы в соборе Святого Петра Ватиканские подвалы, которые были запечатаны почти 500 лет Об этих подземельях нет данных даже в самых древних источниках Святого Престола В документах 11 века эти помещения обозначены как крипта То есть место захоронения монахов и кардиналов Ватикана Но почему же они так мало похожи на землян? Откуда эти вытянутые головы и неестественно длинные конечности? Что за люди покоятся в этих склепах? Да и люди ли это вообще? В частных коллекциях хранится много всяких необычных существ Которые не похожи на человека Опять же, английская коллекция недавно появилась в интернете Коллекция летающих людей Ну, мумии, естественно Причем разных размеров И больших, и маленьких То есть есть большие, которые, например, найдены были при раскопках Саудовской Аравии В городу Рубан Семиметровые летающие люди Это любительское видео неоднократно показывали по итальянскому телевидению 7 июня 2010 года над собором Святого Петра в Ватикане Зависли три неопознанных летающих объекта Они, держась плотной группой, совершали маневры, меняли высоту, исчезали А затем появлялись вновь, пока не скрылись из поля зрения окончательно И благодаря американским военным, которые охраняли посольство США в Риме Заснявшим этот объект на свои мобильные телефоны В общем-то, стало это доступным, так как они выложили это в сеть интернет Ватикан от комментариев воздержался Уже на протяжении десятка лет ученые, которые работают на Ватикан Занимаются вот этой проблематикой То есть и астрономы, и физики, и историки изучают материалы Связанные именно с присутствием внеземных цивилизаций на Земле В итальянских предместьях Чензана и Ла Строга Есть еще более странный объект, который принадлежит Ватикану Огромное антенное поле По официальной версии это коротковолновые передатчики Которые транслируют радиопрограммы Святого Престола Но их мощность такова, что магнитное поле Способно вывести из строя все электроприборы в радиусе 12 километров Ни одна радиостанция в мире не использует такие передатчики Они есть только у военных и НАСА Для чего Ватикану нужен такой мощный радиолокационный комплекс? Скорее всего, он используется, возможно, для какого-то общения Может быть, с представителями уже каких-то внеземных цивилизаций А может быть, тех, кто находится на орбите у нас В нашей Земле или в нашей Солнечной системе Почему католическая церковь прослушивает космос? И зачем ей нужны снимки телескопа Хаббл? Что ищут священники в околоземном пространстве? Смотрите далее в засекреченных списках Зачем священникам новейшие космические технологии? Неужели для того, чтобы следить за ангелами? Некие божественные существа Пришельцы, которые появлялись на Земле не единожды И несли определенную информацию людям Только в засекреченных списках Эксклюзивное интервью астрофизика Амри Вандала О чем не договаривает НАСА и ЦРУ? Еще одна экзопланета, прибавленная к этому списку Я думаю, что ничего особого не дает Что скрывается в секретных архивах ООН В эксклюзивном интервью Франка Райтенмайера В конечном счете всегда есть не очень умные люди Которым что-то может показаться Но высокие армейские чины, генералы, офицеры Не все же они больные люди, которым что-то кажется Как этот человек сумел прочитать секретные архивы ООН? Тайны Луны и новые данные об НЛО на Марсе Неужели среди нас живут потомки инопланетян? Не пропустите! Эти снимки сейчас изучают космологи и уфологи разных стран Видео записано телескопом Хаббл во время экстренного маневра на орбите В кадр попала группа из семи светящихся объектов Которые через секунду исчезли из поля зрения Хаббла Удивительно, но Святой Престол сразу после публикации Запросил у НАСА исходники видео Француз сказал, что есть наметки на то, что мы имеем дело с разумным поведением другого типа Откуда такой интерес к объектам, которые вначале приняли за космический мусор? Детальная расшифровка снимков вызвала оживление в научной среде На фотографиях четко просматривались человекоподобные фигуры со светящимися крыльями Данную видеозапись мы демонстрируем впервые Внимание! Это не спецэффекты и не монтаж Вы видите грузовик Вот слева ему навстречу выезжает велосипедист без светоотражающих элементов Кажется, момент столкновения неминуем Но тут происходит чудо Справа на перерез к грузовику бросается некая фигура Ее движение подобно вспышке молнии Попробуем замедлить видео Буквально через секунду велосипедист оказывается совсем в другом месте Вот он Рядом странная фигура Лицо скрыто капюшоном Тем временем водитель грузовика выбегает на дорогу Он уверен, что сбил человека Но под колесами никого нет А задачный водитель направляется к велосипедисту Человек в темном капюшоне идет к нему навстречу И вдруг попросту растворяется в воздухе Позже велосипедист уверял, что его спас ангел Но что это было в действительности? Это самый загадочный библейский апокриф Один из вариантов священного писания, который не признает церковь Книга пророка Еноха Енохианские ключи Стражи мира В свое время у нее было много названий Почти полторы тысячи лет католическая церковь Отрицала само существование этих таинственных манускриптов В нем упоминаются некие божественные существа Пришельцы, которые появлялись на земле не единожды И несли определенную информацию людям А также описываются вот именно моменты встреч с этими существами Книга Еноха – это по-настоящему допотопный текст Пророк подробно описывает битвы тех, кого люди называют ангелами Енох говорит, что после грандиозного сражения часть ангелов поселилась на земле И брали они в жены дочерей земных И было от них потомство И не было им равных среди смертных Этот факт интересен, потому что это очень древнее свидетельство На самом деле в истории множество описаний, когда люди контактировали Или им казалось, что они контактируют с инопланетянами Юрий Курносов уже несколько лет занимается изучением древних текстов К этому занятию его подтолкнул случай, который произошел в 1984 году Тогда нынешний писатель служил майором в погранвойсках в Карелии В середине ночи дежурный меня разбудил И говорит, товарищ майор, товарищ майор, там что-то на небе Я выскакиваю на улицу, смотрю прямо над нами На большой высоте, где-то километров 10-15 Вот примерно такой был шар светящийся И он висел неподвижно И полнеба было царяно Это явление продолжалось минут 15-20 А потом вот так по спирали Вот этот объект ушел в космос В 2013 году голландские археологи обнаружили в Аравийской пустыне развалины древнего города Убар Об этом поселении упоминали древнегреческие ученые Геродот и Эптолемей Но больше тысячи лет город считали не более чем античной легендой Еще бы, ведь греки писали, что здесь жили летающие существа Которые охраняли город от врагов Мог ли разумный человек воспринимать такие легенды? История Увары очень похожа именно на историю с открытием Трои Что никто не верил в существование этого мифического города Но вот сейчас он был найден И в общем-то сейчас это уже является фактом, подтвержденным археологами И это говорит о том, что информация, изложенная в этом писании, она, возможно, реальна Во время раскопок ученые нашли и скелеты тех самых загадочных существ Их можно было бы принять за человеческие Если бы не две важные детали Семиметровый рост и руки, больше похожие на крылья Данные об этих исследованиях хранятся в архивах ООН Это единственная структура, которая может составить конкуренцию Ватикану в области изучения НЛО При организации объединенных наций в Нью-Йорке есть специальный комитет У него есть отделение в разных странах В Бонне, в Пекине, в Вене Значит, который собирает вот эту всю информацию Есть и секретное соглашение, которое подписали военные ведомства всех стран Земли Любое аномальное явление в атмосфере, любой неопознанный объект должен быть описан, измерен, просканирован А все его параметры переданы специалистам ООН Там было более 200 тысяч сообщений о неопознанных летающих объектах Эта работа ведется в таком, ну, я бы не сказал, что секретный режим Ну, всякий такой полузакрытый режим, они стараются не будуражить общество Они много чего знают Я думаю, что они скрывают тонны информации Они не делятся уже долго Правительства многих стран пытаются понять, что же представляют собой Неопознанные летающие объекты Известно, что большой массив информации об НЛО В конце прошлого века был передан в ООН властями Германии Исследователь Франк Райтенмайер Пять лет судился с Бундестагом, требуя раскрыть содержание этих документов Однажды я узнал, что в немецком Бундестаге есть материалы по НЛО Я подумал, что такого быть не может Ведь власти Германии уже 60 лет говорят, что у них нет материалов по НЛО Потому что неопознанных летающих объектов не существует Это эксклюзивное интервью Франка Райтенмайера для нашего телеканала По словам исследователя, он запросил у Бундестага отчет об имеющихся там материалах Но ответа не получил Это меня удивило Как же так? Я обратился туда еще раз, и мне так никто и не ответил Может, в них была государственная тайна? Мне никто не объяснял Если бы мне сказали, что в этих документах гостайна, что у меня нет к ним доступа Мне бы этого хватило Райтенмайер отступать не собирался и обратился в суд В Бельгии силы ПВО сделали запись такого контакта в середине 90-х В Бразилии, в Британии Везде есть множество данных с радаров и материалов о прямых физических контактах В конечном счете всегда есть не очень умные люди, которым что-то может показаться Но высокие армейские чины, генералы, офицеры Не все же они больные люди, которым что-то кажется В 2015 году Райтенмайер выиграл дело и получил доступ к заветным архивам И что бы вы думали, какая информация содержалась в секретных материалах Бундестага? Я их наконец-то получил Но в них не было ничего важного Там не было никаких фотографий летающих тарелок, не было никаких великих тайн Франк Райтенмайер уверен, что его допустили лишь к части архивов Ему позволили увидеть только верхушку айсберга Основной же массив документов как был, так и остается засекречен Мы не можем быть единственной разумной формой жизни Это невозможно Догадки Райтенмайера подтверждает и тот факт, что в 2010 году ООН назначила ответственного за первый контакт с инопланетянами Астрофизика из Малайзии Мазлан Отман Отман уверена, что рано или поздно наша планета получит сигнал из космоса Когда это произойдет, нам надо будет предпринять совместные меры А кто, как не ООН, выступит координатором общих усилий? Не исключено, что в Организации Объединенных Наций Действительно знают о пришельцах гораздо больше, чем говорят О чем не рассказали сотрудники НАСА на сенсационной пресс-конференции Все тоже ждали, что сообщат о том, что там есть жизнь А на самом деле новость была о каких-то гейзерах Какие данные 70 лет скрывало в своих архивах ЦРУ? В засекреченном списке еще три шокирующих факта об НЛО Теория невероятного происхождения Луны Почему в древних летописях об искусственном спутнике Земли Нет ни единого упоминания Луна создана искусственно Кто не пускает людей на Луну? И какие сооружения обнаружили исследователи на ее обратной стороне? То же самое не дает объяснение, что там действительно есть какой-то разум То есть разумное поведение Что напугало американских астронавтов на поверхности Луны? И почему лунные программы были свернуты на 40 лет? Новая лунная гонка начинается Какая из стран отправит пилотируемую миссию к спутнику Земли? Не пропустите! Прямо сейчас в нашем рейтинге космических тайн Искусственный спутник Земли или гигантский инопланетный корабль пришельцев? Почему на всех лунных картах, опубликованных в прессе, закрыт один и тот же участок поверхности? И в чьих руках находится дистанционный пульт управления Землей? Темная сторона Луны На третьем месте самых шокирующих космических тайн Это видео появилось в интернете в конце февраля И сразу стало сенсацией Неизвестный пользователь вылазил В телескопе Неожиданно в поле зрения появляется летающий объект Он стремительно исчезает с экрана Однако разглядеть его форму всё-таки можно В телескопе видно, что это не астероид или космический мусор Это пилотируемый аппарат Но откуда он там? Ведь известно, что земные программы полётов на Луну сейчас не действуют Значит, в объективе телескопа НЛО И ведь это не первый факт присутствия инопланетян в нашей Солнечной системе 1 января 2017 года Сотрудники аэрокосмического агентства НАСА Получили сенсационные снимки с марсохода «Куриосити» Казалось бы, обычный марсианский пейзаж Кратеры и песчаные дюны Но посмотрите внимательно на эту фотографию Среди скалистых пород отчётливо виден Странный светящийся объект треугольной формы Большинство инцидентов с НЛО, которые внесены в документы Доказывают наличие определённых свечений Ещё более любопытная съёмка На этот раз видео В июле 2016 года На интерактивной карте Луны популярного приложения Появился необычный объект Однако, как только к исследованиям поверхности данного участка Луны Подключились специалисты Объект загадочным образом исчез На других, более поздних снимках Опубликованных в том же приложении Его уже нет Июль 1961 года Вена Одним из центральных вопросов во время встречи руководителя Советского Союза Никиты Хрущёва И президента США Джона Кеннеди Был вопрос о дальнейшем исследовании космоса В тот момент Советская космическая программа Намного опережала американскую Тогда Кеннеди и произнёс свою знаменитую фразу «Пусть наши нации полетят на Луну вместе» В 1963 году действительно он предложил Советскому Союзу сотрудничать в этом направлении Но Советский Союз отказался и поэтому пошла вонка Значит, американцы делали свою Сатурн-5 Аполл-систему Мы делали свою Н-1О-3 Систему для посадки на Луны Однако, по словам сына Никита Хрущёва Сергея Его отец всё же принял предложение о совместной миссии на Луну Приблизительно 12 ноября 1963 года Дальше начинается череда необъяснимых совпадений 22 ноября 1963 года В Далласе убивают Джона Кеннеди 14 октября 1964 года В Советском Союзе в результате заговора от власти отстраняют Хрущёва СССР и США соглашения по совместимой программе прекратили Но при этом каждая из сторон продолжила собственную подготовку У нас программа не состоялась Ракета не удалось сделать Четыре раза её запускали, четыре раза она прорывалась Владимир Мельников, член Российской академии космонавтики В 60-х годах дружил с Василием Мишиным Приемником Королёва Профессор отмечает цепочку странных смертей Среди руководителей советских космических программ В 66-м году умер Королёв Случайно умер Но американцы впереди нас оказались У американцев всё прошло успешно Даже более чем успешно Потому что программа была очень рискованной Была создана Вернерфон Браун Мощнейший ракет-носитель Сатурн-5 Самый мощный в мире по настоящее время 3000 тонн на старте И система лунного корабля Полный посадочного модуля Первые американские полёты к Луне Можно было назвать удачными Но потом началась череда трагедий А полный 13-й не удалось Седьмая, третья была по счёту Одиннадцатая, двенадцатая Потом полный 13-й Они облетели Луну и вернулись обратно Очень напряжённый полёт был Это взрыв на корабле И в общем-то спаслись они чудом Словно кто-то был против того Чтобы человек совершил полёт к Луне Но кто это мог быть? Смотрите далее в нашем списке засекреченных тайн Что увидели на Луне американские астронавты? И почему СССР и США Неожиданно свернули программы лунных исследований? Неужели землянам запрещено вторгаться в пространство Луны? И какие тайны скрываются на её обратной стороне? Там действительно есть какой-то разум Разумное поведение А также почему над сенсацией НАСА смеётся весь мир? И что сознательно замалчивают в американском космическом агентстве? В 1969 году весь мир облетели эти уникальные кадры Пилотируемый космический корабль серии «Аполлон» Впервые в истории совершил посадку на поверхность другого небесного тела Сейчас многие подвергают сомнению высадку американских астронавтов на Луну Считается, что это грандиозная фальсификация, которую США устроили в период Холодной войны специально для Советского Союза Автором кадров лунной кинохроники называют Стэнли Кубрика – режиссёра знаменитого фильма «Космическая Одиссея-2001» Однако эксперты убеждены – американцы не просто побывали на Луне Они обнаружили там высокоразвитую цивилизацию, намного превосходящую по уровню человеческую Недавно в прессу попалась кинограмма переговоров Нила Армстронга с Землёй Источники сообщают, что она полвека хранилась в архивах ЦРУ Диалог астронавтов и Центра управления полётами стал настоящей сенсацией Это гигантские штуковины Нет-нет-нет, это не оптическая иллюзия В этом не может быть сомнения Что? Какого чёрта там у вас происходит? Что случилось? Они здесь, под поверхностью Практически сразу после своего триумфального полёта Нил Армстронг почему-то ушёл в тень Он переселился в провинциальный штат и больше никогда не имел дел с космосом Единственный раз он дал интервью, в котором признался Не могу вдаваться в детали, скажу лишь только Их корабли значительно превосходят наши и размерами, и технологиями Нам дали понять, что место занято После этого мы 20 лет молчали о полётах на Луну Когда лунная гонка была свёрнута, в НАСА признали, что по крайней мере 25 астронавтов Были свидетелями НЛО во время экспедиций Как утверждают те, кто знаком с ситуацией изнутри И это не один и не два человека Это десятки человек Так вот, это люди на высоких позициях в НАСА Они утверждают, что астронавты видели НЛО Что НЛО сопровождали их при приближении к Луне и на обратном пути Многие участники миссии «Джемини» видели НЛО Большая часть команды «Аполлон» тоже На самом деле, нас постоянно сопровождали во время всех полётов на Луну Что же послужило причиной приостановки многомиллиардных программ? Почему американцы перестали летать на Луну? Руководитель американской лунной программы Вернер фон Браун После её закрытия заявил Цитата Существуют внеземные силы, которые сильнее, чем мы предполагали Больше я не имею права ничего об этом говорить Когда на Луну приземлился «Аполлон-11», его команда увидела НЛО в кратере А один из членов экипажа корабля «Аполлон-12» сказал «Ой, Санта-Клаус существует» Некоторые исследователи считают, что это такая шифровка Которая говорит о следах присутствия баз инопланетян Неужели у Луны есть хозяин? А спецслужбы США и СССР получили предупреждение «Продолжите полёты, будете уничтожены» Кого же на самом деле видели американские астронавты? Журналисты считают, что американцы сами запустили слух Будто Армстронг и Олдри не были на Луне Это было сделано с целью избежать лишних вопросов о том, куда делись все записи Километры плёнки со сверхценным материалом, отснятым на Луне Неожиданно исчезли из архивов НАСА Вполне возможно, что вся лунная программа проведена, чтобы выйти на связь с инопланетянами Думаю, в итоге так и случилось Это не была часть космической гонки Тут не нужно было побеждать русских Здесь дело было в поиске ответа на вопрос, что происходит на Луне Думаю, что наши страны, и Россия, и США знали, что на Луне что-то происходит И мы хотели попасть туда как можно быстрее Возможно, собирая сенсационную пресс-конференцию о том, что на трёх планетах у звезды Трепест-1 только может быть жизнь Космическое агентство намеренно вводит всех нас в заблуждение Мы получили доказательства того, что существование инопланетян для НАСА уже давно не секрет Сейчас вы увидите уникальные материалы и узнаете, что скрывает эта организация Это бывший консультант НАСА Ричард Хогланд В 2016 году он сделал сенсационное заявление Американские астронавты ещё 40 лет назад обнаружили на Луне следы древнейшей цивилизации Сразу после этого НАСА приказало уничтожить все свидетельства, фото и видео Однако уволенный из этой организации руководитель фотослужбы лунной лаборатории Кен Джонстон Сохранил часть сенсационных фотографий И сейчас он готов предъявить их общественности Эта панорама была сделана на окололунной орбите во время миссии «Аполлон-16» в апреле 1972 года На фоне лунного ландшафта отчётливо виден гигантский объект, из которого словно вырываются молнии Череп — огромная башня высотой несколько километров Есть фотографии зекуратов — это такие пирамиды А есть ещё фотографии небольших бункеров, которые стоят на краю кратеров То есть на этих кадрах экстраординарная информация Неужели на Луне действительно есть жизнь? В 2016 году журналистам удалось найти один из секретных докладов ООН В котором изложена альтернативная версия гибели американского шаттла «Колумбия» Космический челнок летал в космос 28 раз Но в 2003 году перед астронавтами поставили немыслимую задачу На борту корабля было экспериментальное оборудование для создания гравитационного поля На Земле такие опыты провести невозможно Мешает естественное притяжение планеты Ну да, не хотели Они даже планировали когда-то, что там чуть ли не в космосе будут находиться ядерные боеприпасы И что оттуда можно в любое время стрельнуть по Земле в любую точку В теории этот антигравитационный аппарат помог бы кораблю вырваться за пределы Солнечной системы Но в космосе что-то пошло не так Обломок льда Ракета, наполненная водородом, жидким кислородом, напакивается льдом Попал на кромку крыла, разбил И при ухождении атмосферы, значит, корабль разрушился Самый надёжный из всех американских челноков развалился на куски при посадке Им управляли опытнейшие пилоты На Земле за параметрами корабля следили две сотни специалистов Почему же Колумбия сгорела на глазах миллионов телезрителей? Кто вмешался в работу Центра управления полётами и сбил с курса космический челнок? Катастрофа Колумбии не была моментальной Вот донесение пилота Рика Хасбанда В 8 часов 52 минуты по восточному времени Соединённых Штатов Хьюстон, мы почти дома Параметры в норме Экипаж к посадке готов Но через две секунды Центр управления потерял связь с кораблём А рядом с Колумбией зависли загадочные объекты, природу которых не удалось объяснить до сих пор Гибель Шаттла была на глазах у людей, которые видели его запуск С чем это связано? Трудно сказать Но зафиксировано же, что его разбило какое-то инородное тело Которое с более высокими скоростями его разгробило В 8 часов 54 минуты Шаттл вошёл в плотные слои атмосферы Связи с Землёй у космонавтов по-прежнему не было Прошло ещё 5 минут, и на левом крыле челнока вспыхивает огонь А рядом всё те же неопознанные объекты, которые позже назовут обломками обшивки Но почему они появились до того, как космический корабль начал распадаться на части? Почему при посадке экипаж доложил о готовности к манёвру? В 9 утра весь мир увидел трансляцию CNN Колумбия сгорела в 50 километрах от Земли Больше 40 лет прошло с тех пор, как американские астронавты вернулись из последней экспедиции на Луну С тех пор на спутник Земли не ступала нога человека А все данные о полёте 1972 года засекречены Они хранятся в архиве Конгресса, но доступ к ним будет открыт только через 100 лет Почему же после пяти удачных экспедиций Америка внезапно свернула лунную программу? Почему мы не летаем на Луну? Нас не пускают в космос Мы тут на Земле, как будто бы в карантине И у этой теории много подтверждений Россия заявила, что готова потратить на теоретические исследования спутника Земли почти 500 миллионов рублей Наши космонавты смогут полететь туда в 2029 году НАСА, Европейское космическое агентство, Китай и даже Северная Корея Тоже готовятся к пилотируемым полётам на Луну И, скорее всего, они уже знают, что искать на безжизненном с виду небесном теле Неужели инопланетные цивилизации не так уж далеки от Земли, как нам казалось всего несколько лет назад? И встреча с ними — лишь вопрос времени Но, может, мы, Земля, не напрасно мним себя покорителями космоса? А в действительности не являемся хозяевами даже на собственной планете? Далее в засекреченных списках Главные тайны космоса Базы НЛО Где живут инопланетяне? Разгадка аномальных зон нашей планеты Сейчас на Земле присутствует 14 видов инопланетных цивилизаций И неужели 50% людей на Земле — это потомки инопланетян? Мужчины произошли с планеты Сириус А, женщины с планеты Сириус Б ЦРУ публикует секретные материалы Новые шокирующие данные о контактах с инопланетянами Но что остается под грифом «Секретно»? И те материалы, которые там собирались, они были строго засекречены Общественность о них ничего не знала Как в Америке готовили профессиональных контактеров? И удалось ли им наладить диалог с НЛО? Смотрите только в засекреченных списках Инопланетяне вовсе не обязательно гости из космоса Они могут жить среди нас и оставаться незамеченными Это сложно представить, но по некоторым данным Уже тысячи лет гуманоиды строят свои базы И даже целые города на нашей планете Что скрывает глубины Марианской впадины? Или вечные льды Арктики? Информация из закрытых архивов ЦРУ Номер два в нашем списке самых достоверных доказательств Земного происхождения НЛО В феврале этого года уфологи-любители, изучая снимки со спутника Наткнулись вот на это То, что вы видите на экране, стало околонаучным открытием По одной из версий на фото не что иное, как секретная база инопланетян Скрытая во льдах Антарктиды Изменение климата и таяние льдов обнажило корпус огромного космического корабля Который расположен на дне океана Невероятно, но уфологи предполагают, что база создана для наблюдений за нашей цивилизацией Пилоты НЛО выбирают какие-то очень потаенные места Это могут быть глубокие озера, это могут быть высокие горы Вот какие-то места, которые издревле считались запретными Куда нельзя ходить, там умирает зверь Там заражается какой-то лучевой болезнью человек И эти места считаются запретными и губительными Даже есть вот в топонимике названия Там гнилая гора, там черный камень Именно в этих местах и нужно искать базы НЛО 15 августа 1977 года Астроном Джерри Эймон проводил наблюдения в рамках научной программы По поиску внеземного разума с помощью радиотелескопа «Большое ухо» Неожиданно в общем потоке Эймон уловил необычный сигнал Он поступал из-за пределов солнечной системы Ни до, ни после никаких сигналов не было обнаружено А вот это единственное, которое удалось Ну и тут видно, вот единички, это шумовой фон А когда сигнал появился, уже принтер распечатал его в виде более значимых цифр Черт-семерка, вот здесь вот даже и буквенное обозначение То есть это был довольно мощный сигнал Астроном срочно сделал распечатку данных Сигнал соответствует английскому возгласу «ВАУ» Что можно перевести на русский как «ОГО» или «Ничего себе» Неужели это послание внеземных цивилизаций? Но что оно означает? Сигнал «ВАУ» не был расшифрован, потому что он был слишком кратким То есть это фактически несколько букв и цифр Тут нечего расшифровывать абсолютно Здесь самое главное другое Самое главное это то, что этот сигнал действительно поступил Откуда-то из-за границ Солнечной системы Что этот сигнал был чрезвычайно мощным И что он не мог быть природным Вот это самый главный фактор Долгое время эта информация находилась под грифом «Совершенно секретно» Лишь в январе 2017 года Центральное разведывательное управление США Выложило в сеть таинственные документы Десятки тысяч данных об НЛО И, наконец-то, расшифровка сигнала «ВАУ» Явно он имеет неземное происхождение Поскольку на этой длине волны ничего не работает На 21 сантиметр Она защищена для радиоастрономии По мнению специалистов, инопланетяне не просто послали сигнал на нашу планету А оценили интеллект землян И результат расшифровки неутешительный IQ 65% По земной шкале это соответствует формулировке «малоумие» Неужели у человечества пока нет шансов наладить контакт с внеземными цивилизациями? Это было два года назад Это 2015 год 30 октября И это было поздно вечером, когда я заканчиваю работать Рафаэль – менталист, человек, владеющий телепатией По его словам, экстрасенсорные способности появились у него после встречи с инопланетянами На часах было примерно два Начало третьего Но два часа точно было Потому что это как бы я точно, четко запомнил Рафаэль вспоминает, что он испытывал сильный страх Захотел спрятаться Но оказался абсолютно обездвиженным В комнате помимо него находились еще два существа Вот у них большие глазки Это вот такие вот У них, опять-таки, вот сфера Это вот такой Как вот у нас, у нас как голова, да Оно у нас разное бывает Это вот такая круглая голова Ну реально круглая голова Большие глазки Такой носик, он такой, знаете, вот еле-еле Нос такой, ну, видно его, еле-еле И очень такие губы, они, как вам сказать Они вроде и большие, вроде и маленькие Они сжатые Существа не произносили слов Но Рафаэль четко слышал их голоса в своей голове Такой диалог, что, типа, мы смотрим Мы просто смотрим Я говорю, а что смотреть-то? Тут вообще смотреть нечего И, типа, мы наблюдаем Мы все, как бы, типа, знаем Вот И такой внутренний диалог, что Ну, они меня назвали колдуном Почему-то, не знаю Хотя, я говорю, я ничего плохого, как бы, людям-то не делаю Рафаэль говорит После этой встречи он понял, что может исцелять людей Именно на это намекали ночные гости Других контактов с инопланетными существами У него никогда не было Смотрите далее в засекреченных списках Аномальные зоны Земли Или перевалочные базы инопланетян Наблюдение светящихся шаров Каких-то сущностей, которые там присутствовали Секретные архивы ЦРУ и заявления НАСА в Вашингтоне Факты, которые все же остались в тени Телескоп Кеплера обнаружил тысячи планет Причем не просто планет А планет, которая подходит для жизни в нашем понимании Что в действительности увидела НАСА? И что все это значит для нас? Тайны голубой книги и контакты спецслужб с внеземным разумом Смотрите далее в засекреченных списках Самые шокирующие космические тайны Какая из них занимает верхнюю строчку нашего топ-листа? Ученый Витай Калегинцев Несколько лет занимается изучением инопланетных цивилизаций Он уверен, инопланетяне прибывают на Землю Из разных уголков галактики Сейчас на Земле присутствует 14 видов инопланетных цивилизаций Три из них враждебные Пять помогают человечеству И уверен, что среди нас есть представители этих инопланетных цивилизаций Как в позитивном плане, так и в негативном плане Для жизни на Земле гостям из космоса прежде всего требуются защищенные базы И таких мест на нашей планете немало Пришельцы давно обосновались среди людей Так считают многие уфологи Неужели наша планета — гигантский космодром Или большая межгалактическая остановка, на которой людям просто позволили жить? До недавнего времени к рассказам об инопланетянах можно было относиться скептически Но в январе 2017 года ЦРУ рассекретило ряд документов Их содержание оказалось сенсацией И реабилитировало многих из тех, кто заявляет о контактах с представителями внеземных цивилизаций Теперь никто не назовет этих людей сумасшедшими Август 1965 года Под Вашингтоном семья фермеров была шокирована странным событием Прямо во двор их дома приземлился НЛО Можно было бы посмеяться над фантазиями фермеров Если бы на Земле не остался опаленный след Идеально ровный круг диаметром 9 метров За несколько минут до этого случая Радары воздушных сил засекли в небе под Вашингтоном неопознанный летающий объект Этот факт зафиксирован в документах Расследованием инцидента занялся комитет NICAP У меня нет доказательств Но в этом суть правительства Они что-то скрывают Не показывают нам всего Вполне возможно, что если они что-то обнаружат То оставят данные об этом под сукном Однако то же ЦРУ в 2017 году Открыло сотни тысяч документов под грифом «Секретно» Связанных с НЛО Увы В рассекреченных бумагах до сих пор нет, пожалуй, самого ожидаемого документа Отчета об успешном контакте с внеземным разумом Копия которого имеется у бывшего руководителя проекта По исследованию НЛО под названием «Голубая книга» Майора ВВС Роберта Френда Американские уфологи неоднократно заявляли То, что в Америке существовало множество проектов Связанных с исследованием влияния внеземных цивилизаций Один из этих проектов был «Голубая книга» Или «Блубук» В которую входили высшие чины американского правительства, руководства военного Еще в 50-е и 60-е годы прошлого столетия И те материалы, которые там собирались, они были строго засекречены Общественность о них ничего не знала Впервые текст отчета с цензурными изъятиями Энтузиасты опубликовали в 1974 году 6 июля 1959 года Несколько разведчиков разных вооруженных сил Соединенных Штатов И представители ЦРУ Собрались для того, чтобы изучить феномен одного из участников Капитана 2-го ранга Юлиуса Ларсена Который научился входить в контакт с неопознанными летающими объектами При помощи автоматического письма В отчете сказано 6 июля 1959 года Ларсон и его коллега, капитан 3-го ранга Роберт Нэшем Находились в Вашингтоне в кабинете Артура Лундаля Директора Центра интерпретации фотоизображений ЦРУ Ларсон вошел в контакт с НЛО Они обменивались всевозможными вопросами и ответами Партнером с той стороны был некий Афос планеты Уран На вопрос, можно ли взглянуть на его космический корабль или летающую тарелку Он предложил подойти к окну И когда все трое подбежали к окну Они в самое ближайшее время увидели неопознанный летающий объект Действительно летающую тарелку, которая находилась за окном На достаточно большом расстоянии, но тем не менее Ее вполне можно было рассмотреть Несомненно, говорилось в конце отчета Объект, который увидели в тот июльский день 1959 года над Вашингтоном Был летающей тарелкой Непонятно, куда делись документы О наблюдениях неопознанных летающих объектов Главами стран или в их резиденциях В рассекреченных документах ВВС Испании содержатся упоминания о том Что в 1980 году НЛО видел президент Испании Адольфо Суарес Но тем не менее, эти документы до сих пор не рассекречены Смотрите далее в засекреченных списках Вся правда об эксклюзиве от НАСА Что это было? Сенсация? Или очередная фальсификация? Почему ученые не доверяют официальной информации от космического агентства? Прошло более 50 лет с того момента Как была сформулирована формула Дрейка Формула, которая позволяет определить число возможных цивилизаций в галактике Впервые новые доказательства присутствия инопланетного разума Есть ли жизнь на Марсе? Загадочные находки ученых на Красной планете Вряд ли это силуэт остатков Земли Космическая катастрофа и история заселения Земли Неужели на родной планете мы только гости? На планете Земля это поселение, заброшенное когда-то и на планете Потомки гуманоидов Кто они? Люди, хранящие память о других планетах Люди, пришедшие из других планет У них совершенно другой цвет волос Засекреченные списки и самые шокирующие факты об НЛО Смотрите прямо сейчас Номер первой нашего топ-листа самых невероятных и сенсационных фактов об НЛО Тайна зарождения жизни на планете Земля Амри Вандал, всемирно известный астрофизик Профессор университета в Иерусалиме С раннего детства, будучи маленьким мальчиком, я интересовался астрономией Сейчас Вандал занимается исследованиями по астробиологии Астробиология — это наука о биологии космоса, о возможности жизни, не обязательно разумной, а любого вида биологической жизни в космосе Пресс-конференция НАСА о трех планетах, пригодных для жизни, наделала много шума Но у израильского ученого эта сенсация вызывает снисходительную улыбку Существование внеземных цивилизаций никакой не секрет Вандал изучает этот вопрос много лет И он готов рассказать во много раз больше, чем НАСА и ЦРУ вместе взятые Прошло более 50 лет с того момента, как была сформулирована формула Дрейка Формула, которая позволяет определить число возможных цивилизаций в галактике Амри Вандал впервые дает интервью российскому телеканалу Он готов сделать громкое заявление, опровергая сенсации НАСА В последнее время это перешло из разряда фантастики в научное понятие Большей частью благодаря недавним открытиям Кеплера Телескоп Кеплера обнаружил тысячи планет Причем не просто планет, а планет, которая подходит для жизни в нашем понимании Израильскому астрофизику вторит экс-руководитель уфологической комиссии Русского географического общества По мнению Михаила Герштейна, специалисты НАСА выдают за эксклюзив Абсолютно будничную для любого астронома новость НАСА сейчас известно больше 1200 экзопланет То есть планет, которая находится за пределами Солнечной системы Вращается вокруг далеких звезд И еще одна экзопланета, прибавленная к этому списку, я думаю, что ничего особого не дает Я рад объявить, что команда ученых сумела установить наличие семи планет Размером с Землю на орбите звезды, расстояние до которой около 40 световых лет Обратите внимание, что спикер произносит эту фразу абсолютно буднично Тем не менее, можно посчитать, сколько времени займет полет на планету, Которая находится на расстоянии 40 световых лет Один световой год — это 10 триллионов километров Если учитывать скорость самого быстрого космического корабля «Землян» — 58 тысяч километров в час То, чтобы добраться до такой планеты, людям нужно 788 тысяч лет Однако, если мы возьмем космический корабль, развивающий большую скорость Например, скорость в 5 раз превышающую скорость света Такой, который был предложен в ходе проекта Мильнера и Хокинга около года назад Тогда, чтобы добраться до места, нам потребуется всего лишь 20 лет Но такие космические корабли не предполагают наличие астронавтов на борту Они слишком компактные Так что, по мнению Амри Вандала, специалисты НАСА намеренно выдают человечеству лишь те факты, в которых мы вряд ли сможем когда-либо убедиться Заявление Американского космического агентства скорее напоминает некую пиар-компанию Вероятность того, что мы вступим в контакт с какой-либо цивилизацией, опасной или нет, ничтожна Так как они слишком далеко от нас, в тысячах световых лет Это неимоверно далеко И даже если у них появится возможность пересечь это расстояние, им необходимо огромное количество ресурсов для этого и денег Зачем им это делать, если множество планет, подобных Земле, находятся гораздо ближе к ним? По мнению Вандала, достаточно обратить внимание на наших ближайших соседей, например, на Марс Почему НАСА умалчивает эту информацию? Ведь он вполне может быть обитаем Марс — наш ближайший сосед Марс и Венера Но Марс, в отличие от Венеры, более похож на Землю Конечно, там немного холоднее Средняя температура составляет около минус 50 градусов по Цельсию Но там можно выжить Условия не слишком отличаются от условий, например, в Антарктике Жизнь на Марсе существует на примитивном уровне В виде бактерий и микроорганизмов Ровно такая же обнаружена НАСА на экзопланетах Опубликованные снимки с Марса тому доказательства Создается впечатление, что специалисты космического агентства Хотят отвлечь нас от другого, более важного открытия То, что вы увидите дальше, стало настоящей сенсацией 25 января 2017 года Ученые из Колумбийского университета Выдвинули сенсационную гипотезу По их мнению, мы — потомки инопланетян Неужели мы появились благодаря внеземным организмам Занесенным астероидами с других планет К примеру, с Марса Марс мог бы, несомненно, использовать Землю Именно как базу для спасения от каких-то возможных катастроф Сергей Отрачев 10 лет работал на кафедре биологии Института космических исследований Ученый уверен, что Марс в ранний период был пригоден для жизни Там присутствовали чистый воздух и вода Мы сейчас находим на Марсе гигантские резервуары Именно воды в той форме В которой она может какие-то дать возможности Для зарождения белковой формы жизни Американский астроном Эфраим Палермо Написал несколько научных трудов по атмосфере Марса Его выводы шокируют Если говорить о марсианах То я думаю, что когда-то они там жили Ведь в далеком прошлом Марса на планете была вода Там было теплее Была подходящая среда для развития жизни Изменения погодных условий на Марсе миллионы лет назад Привели к тому, что гуманоиды вынуждены были мигрировать на Землю Там цивилизация продвинулась до такого состояния Что они могли себе позволить прилететь на планету Земля Когда она еще была такая с газообразной начинала превращаться в твердую Разбросали какие-то палочки по всей планете Земля Там появились чернокожие, краснокожие В 2014 году марсоход обнаружил на Красной планете Сложные химические соединения Проанализировав каменный порошок, полученный в результате бурения Ученые НАСА смогли найти в нем ряд компонентов Играющих критически важную роль для зарождения и поддержания жизни Речь идет о сере, азоте, водороде, кислороде, фосфоре и углероде Сергей Трачев уверяет, жизнь на Марсе существует до сих пор Кроме того, было ряд формальных, как бы официальных заявлений О обнаружении на Марсе форм жизни То есть сомнений в этом уже нет Но самая загадочная находка на Красной планете Была сделана в 2015 году Смотрите далее в наших засекреченных списках Неужели мы действительно потомки пришельцев с Марса? Есть такая версия, что египтяне Это гибриды или прямые потомки инопланетян Что расскажет о вас Резус-фактор? И как определить, что перед вами гибрид инопланетянина и человека? Никит, только поверишь, что мужчины произошли с планеты Сириус А Женщины с планеты Сириус Б Тайна догонов и захоронения инопланетян в Западной Сибири Как легенды африканских племен Помогают нам понять наше собственное прошлое? Смотрите далее Самые шокирующие тайны НЛО В 2015 году исследователь Скотт Уорринг Рассматривал изображение поверхности Марса, полученное аппаратом Curiosity И заметил на одной фотографии странный предмет Очень похожий на череп Обратите внимание на его форму Череп сильно вытянут в затылочной части А теперь посмотрите на эти фотографии В 2013 году при раскопках в Омской области Археолог Игорь Скандаков сделал сенсационное открытие Возле деревни Акунёва было вскрыто захоронение эпохи неолита Останки древних существ, живших в этих местах более 8 тысяч лет назад, потрясли научный мир Археологи нашли 12 скелетов, которые вряд ли можно назвать останками древних людей У тех, кого похоронили в сибирском кургане, были черепа необычной формы Сильно вытянутые в затылочной части И такие черепа, в общем-то, они встречаются достаточно часто в различных частях света Это и Перу, и Египет, также и на нашей территории, на Кавказе часто находят такие черепа То есть это была некая цивилизация людей или существ, похожих на людей Но имевшая ряд вот таких морфологических отличий Люди с такими черепами даже теоретически не могли выжить в условиях земного притяжения При объёме мозга в 2,5-3,5 тысячи кубических сантиметров Системы кровообращения, внутренние органы и строение скелета Должны кардинально отличаться от всего, что мы знаем о физиологии человека Исследователи уверены, так могли выглядеть только пришельцы Неужели именно они стали первыми обитателями планеты Земля? Славяне считают себя детьми богов Дагоны в Африке считают себя детьми богов Китайцы считают себя детьми богов Шумеры считали себя детьми богов Это всё сказывалось на протяжении многих веков Наблюдалось и приходило в мифы, сказания, в исторические какие-то данные Есть такая версия, что египтяне — это гибриды или прямые потомки инопланетян Особенно это касается высшего сословия, сословия фараонов На этом видео африканское племя догонов Или же, как они сами себя именуют, племя детей бледного пса Именно так звали их звёздного отца Вы не ослышались Дагоны считают, что они потомки инопланетян Их предки пришли на Землю со звездой Сириус и со звездой Большого Пса Но ещё один факт поражает исследователей У большинства представителей племени догонов резус-фактор отрицательный У них есть такое поверье, что мужчины произошли с планеты Сириус А Женщины с планеты Сириус Б И вот существует ещё одна такая планета Сириус С Этнограф Наталья Джунковская несколько месяцев прожила в племени догонов Она записала невероятные рассказы жрецов об их предполагаемом происхождении Дагоны верят, что до прилёта инопланетян Они были агрессивными дикарями-людоедами Но высший разум изменил их жизнь Они стали вести себя по-другому Жить другими заповедями Опираться совершенно другими моральными ценностями То есть они стали текими спокойными И они находили способы уже более гуманным способом Как-то себя защитить Не нападая, не отбирая, не убивая А именно человечество договориться со всеми Вот чем они страшно горды И вот по сей день рассказывают об этом Как они благотворно, они повлияют Это удивительно, но один из мифов догонов Напоминает известную библейскую историю Это рассказ о том, что с Сириуса на Землю в Африку Несколько тысяч лет назад прилетел некий бог Нома с ковчегом Полным разных животных растений Узнаёте сюжет про Ноя и его корабль? Неужели инопланетяне Сириуса Действительно пытались основать новую цивилизацию на Земле? До меня дошли новости, что учёные, изучая культуру догонов Столкнулись с тем, что у них есть некие священные пещеры В которых хранится информация о траектории планет С которых, как они считают, они сюда к нам не зашли Мы видим также и строение системы Сириус Это созвездие Большого Пса Самая яркая звезда у нас на небе 22 раза ярче Солнца Чертежи удивительно похожи на взлётные полосы Но откуда дикарям из глубин Африки знать, как выглядят современные аэродромы? Дагоны уверяют, что хранят древние знания своей родины Они должны начертить эти полосы, когда получат сигнал от предков Они тут бережно принимают, бережно используют и верят в это То есть их предки не могли ошибиться, не могли придумать такое Поэтому для них это всё имеет уже вытрепещущий смысл Они часто используют некие маски, некие костюмы Когда они показывают, как выглядели те пришельцы И пришельцы очень похожи на космонавтов То есть вот эти костюмы похожи на то, что мы видим сегодня на космонавтах Вот те же самые скафандры, защищающие человека в открытом космосе Дагоны говорят, что они ждут, когда их предок вновь прилетит на Землю И заберёт своих детей на родину Это прозвучит невероятно, но в октябре 2016 года Международная группа учёных подтвердила тот факт, что люди Действительно могут быть потомками инопланетян, посещавших Землю миллионы лет назад По их версии, потомками внеземной расы могут быть люди с отрицательным резус-фактором У большинства жителей нашей планеты резус положительный Отрицательным он является только у одного миллиарда населения Земли Именно они, по мнению специалистов, и появились при помощи инопланетного вмешательства Неудивительно, что человеку с отрицательным резусом можно перелить лишь аналогичную кровь Как мы знаем, что у человека присутствуют 4 группы крови И так как у большинства людей резус положительный То в этой крови содержатся белки, которые борются с бактериями на разных стадиях Но вот у людей, у которых отрицательный резус крови, эти белки отсутствуют То есть они на другой стадии совершенно находятся И возможно, вот именно вот это изменение в составе крови человека Оно как бы привнесено было извне Научной работой занимался американский исследователь паранормальных явлений Брэд Стайгер Его выводы основаны на элементарной логике и законах генетики Общеизвестно, что мы наследуем только те свойства, какими обладали наши предки Если человек и обезьяны имели одного прародителя, то и наша кровь должна быть совместимой Однако у всех приматов резус-фактор только положительный Тогда почему у некоторых людей он оказался отрицательным? Неужели он происходит от другого предка? И неужели это могут быть инопланетяне? Имеется мнение, что у нас на Земле, Земля — это искусственная планета, как вся Солнечная система И на ней существуют представители 40 галактик, и 141 галактика за нами следит Ученые считают, что первые люди на Земле с отрицательным резус-фактором появились 35 тысяч лет назад Большинство людей, которые произошли от инопланетян — это рыжеволосые женщины и мужчины Температура их тела, как правило, ниже 36,6 градуса Цвет глаз синий или зеленый? Помимо этого, они обладают высоким уровнем IQ Народ Гуанчи был такой на Канадских островах В 16 веке португальцы их, собственно говоря, обнаружили Они до сегодняшнего времени не дожили Но, тем не менее, они имели, по некоторым данным, светлую кожу, рыжие волосы Были высокого роста и антропологические облики, судя по мумиям, которые сохранились Они, в общем-то, были карманюно подобные Скорее всего, это потомки инопланетян Люди, пришедшие из других планет У них совершенно другой цвет волос, например, рыжий, зеленоглазый И у них выше IQ, и у них, кстати, чаще всего встречается отрицательный фактор 2017 год начался с настоящей революции Выложив в общий доступ свои секретные архивы, ЦРУ только подтвердило тот факт, что мы не одни во Вселенной Все, что на протяжении 70 лет отрицалось и подвергалось критике, получило официальное подтверждение И, возможно, человечество ожидает новый виток развития Как поведут себя гости с других планет? Что принесут нам, землянам, войну или долгожданное сотрудничество? Субтитры создавал DimaTorzok